Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 26 марта. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Евро-доллар начал вчерашние торги довольно спокойно, вяло торгуясь в узком боковом диапазоне. Затем публикация весьма позитивных данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Франции вызвала рост пары, курс которой попытался возобновить подъем. Однако, едва покинув диапазон, движение остановилось. От уровня 1.3846 котировки валюты стремительно съехали вниз. Драйвером снижения стали показатели деловой активности Германии, не дотянувшие до прогнозов и предыдущих значений. Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике страны упал в марте впервые за 5 месяцев до 110,7 пункта от февральского уровня 111,3, который стал максимальным значением индикатора с июля 2011 года. Индекс ожиданий также опустился до 106,4 пункта с 108,3 пункта в феврале. Опубликованные показатели по ведущей экономике еврозоны разочаровали инвесторов. К тому же, представитель ЕЦБ Йозеф Макуч усилил негативный настрой, заявив о том, что Европейский Центральный Банк к концу года готовит меры, направленные на предотвращение дефляции и ослабление единой валюты. Рынок отреагировал на это резким снижением спроса и падением евро, котировки которого вновь протестировали ранее достигнутый минимум 1,3749. Здесь, однако, ценовая динамика пары изменилась. Решения Большой Семерки по Украине, продемонстрировавшие отсутствие единой позиции по ужесточению санкций против России и настрой западных лидеров на дипломатическое урегулирование конфликта, были позитивно восприняты рынком и поддержали евро. Курс пары на этом фоне вновь начал расти и на исходе дня вернулся к утренним максимумам, зафиксировав вершину подъема на отметке 1,3844, вблизи которого евро-доллар и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение пары в ценовую зону 1,3806-1,3782, а затем возобновление коррекционного подъема валюты к целевым уровням 1,3832-1,3856-1,3863. Здесь ожидаем завершения коррекции и возобновления снижения курса единой европейской валюты в направлении локального минимума 1,3749 и ниже. Пока евро на вчерашних торгах металлся из стороны в сторону, британский фунт планомерно и довольно активно шел вверх. Драйверами подъема для пары стали февральские показатели инфляции по индексам потребительских и розничных цен, а также закупочных и отпускных цен производителей. Данные, хотя и носили противоречивый характер, но тем не менее порадовали инвесторов, совпав с прогнозами по основному показателю и превысив их по базовому. На этом фоне покупки британской валюты продолжились и на американской сессии курс пары достиг нового недельного максимума на отметке 1,6549 и зафиксировав закрытие торгов вблизи этого уровня. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем снижение пары к нижней границе коррекционной модели FLAG 1,6496, а затем новый подъем валюты к уровню сопротивления 233-дневной скользящей средней 1,6560 с часового таймфрейма. В этой ценовой зоне ожидаем возобновление нисходящего движения пары в направлении предыдущего локального минимума 1,6465 и ниже. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на среду. Волатильная ценовая динамика металлов в крайне узком ценовом диапазоне практически не изменила положение металлов относительно их уровней поддержек и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит сейчас по верхней границе Боллинджера часовой таймфрейм на ценовом уровне 1,317 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям 1,320 и 1,324 доллара за унцию. Ближайший уровень поддержки металла проходит по ценовому уровню 1,308 долларов. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовому уровню 1,292 доллара за унцию. Серебро в аналогичной волатильной динамике также сохранило свои позиции. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру расположилось на ценовом уровне 20,10 долларов. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 20,30 долларов и 20,50 долларов за унцию. Уровень поддержки серебра находится на отметке 19,90 долларов. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к ценовым уровням 19,60 долларов и 19,40 долларов за унцию. В качестве приоритетных направлений ценовой динамики металлов на среду предполагаем коррекционный откат металлов ориентировочно в ценовую зону 1,320-1,324 по золоту и в район ценового уровня 20,30 долларов по серебру. Даже далее ожидаем возобновление снижения металлов к вышеназванным целевым уровням поддержек. В экономической статистике среды Резервный банк Австралии опубликует отчет о финансовой стабильности за март месяц. Кроме того, состоится выступление главы банка Глена Стивена. Швейцария представит индекс потребительской активности за февраль. Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за апрель месяц. А в статистике из США выйдут изменения объема заказов на товары длительного пользования за февраль, индексы деловой активности в секторе услуг, а также данные по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов от Министерства энергетики. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.